Название следующего рассказа напомнило мне, я не отношу себя к снобам и не утверждаю, что никогда не смотрю телевизор, иногда даже попадаю на один известный сериал, не буду его рекламировать, но есть там персонаж, который он рекламирует своим именем, его Кузя. Следующий рассказ называется Кузя. Жили-были муж и жена. У них долго не было детей, а потом родился сын. Они его назвали Кузей. Рос он здоровенький, пухленький, чистенький. Уж очень ему родители попались чистоплотные, чуть что умывали ручки. Подрос маленечко Кузя, стали родители обучать его правильному хождению. Будешь ходить по улице, смотри, сынок, себе под ноги, как бы не споткнуться. Придется по паркету пройтись, под ноги смотри, на паркете поскользнуться проще простого. По горной тропинке подниматься будешь, опять-таки смотри под ноги, не ровет час, скатишься сверху, который в самый овраг. Как бы шею себе не сломал. Спускаться будешь с горы, пуще прежнего под ноги себе смотри, а то и до растяжения мышц недалеко. А пошлет тебе Господь за благодравие и успехи путевочку в Сочи, по пляжу ступай осторожно, чтобы тапочки раньше времени не стопдать. И под ноги, под ноги себе смотри в оба, а то нахлынет на тебя дурным часом волна, заплеснет, промочет, а то и вовсе удесет в море. Сказали так Кузи его любящие родители, еще какое-то время пожили и умерли, оплакиваемые ближайшими родственниками. Стал Кузя родительское извещание выполнять. Шагал ли по паркету, подымался ли в гору, спускался ли под гору, прогуливался ли по вешнему полю, пройдил ли по вековому лесу, слонялся ли по улице, болтался ли по пляжу. Всегда неустанно и прилежно себе под ноги смотрел. Ни разу за всю жизнь не споткнулся, ни разу не поскользнулся, ни разу себе мышц не растянул, ни разу лба не расшит, ни разу в канаду ногой не попал, ни разу его волной морской не окатило. Так сукин сын и помер, ни разу не увидев ни синего неба, ни ясных облаков, ни солнечных зорь, ни светлой росы без звезд, ни огней городских, ни сельских красот, ни лиц человеческих.